ПЕСНЯ 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 Ванюшка, опять одной березой топишь? Сказанную осиной мешай. Это тебе, сельсоветская, издействующей. Тюдькова, Алешку убили. Вместе с моим Петром пошел. В одной части были. А тут дочка без него народилась. Дежурный! Маруська Чутькова здесь. Ага, череду стоит. На-ка, снеси. Не пойду, меня люди и так ушарахаются. Ты дежурный! Ребят, как на таран пошла? Мальчик! Мальчик, бабы! Сланька идет! Сланька! Здоровоше, Сudькова! Марусь! Марусь! Тетьку, вы Марусь! 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 Лёд! Лёд! Лучшего моего бригадира убили. Лёд! 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 Кланька! Ну? Тут я! Шашку! Владимир Ильич. Ну? Убили твоего брательника, Ванюшка. Дедушка Мошкин баррель, но не всех положат. На тебя хватит. А этому деду мы язык ухоротим. Муку повезли? Да. Марусь Тютькову в совет. Ой, куда ты улетелась? Нам не нагреться. Ой, голубчик, ты мой. Господи, Боже мой. Леня, Лешенька, Лешенька. Говори, Маша, ну. Ну, скажи ей от советской власти. Ой, голубчик, ты нам все закрыла. Ну, давай. Смотри, Маруся. Лешенька. Советская власть с тобой вместе плачет. Значит, ясно, что погиб Алексей херойской смертью за весь народ и бык вку в том числе. Конечно, может, у него рана болела перед смертью. Это возможно. Но при всем том, знал он достоверно, что семья его не пропадет и баба по миру не пойдет. Потому что есть у нас, так сказать, установленная форма жизни колхоз. Опять поехал? Шашка. Ага. Пусть только придут. Я в партизан уйду. Гранатов на них набросаю. Сиротинка ты моя горемышная. Убили твоего Алешку. Очень вы, мужики, гордые. А ты поплачь. Не буду. Не я прошусь, она требует. Надоело, брат. Который раз. Прошашку все знаю. Именная от Котовского. А брони не сниму. Да я что, в дом отдыха, что ли, прошусь? Ну, я лобком писать буду. Самому товарищу Сталину. Хватит. Здесь тоже фронт. Сеять будем и засеем полный. Ох, сей. А с кем сеять-то? Бабы до сопляки остались. Лошадей половина. Ну, трактора. А кто на них сидеть будет? А, милок. Вот это и есть война. Струхнул малость? Я? Да я ведь тебя черта знаю. Был колхоз ведущий. А какой будет, неизвестно? Для тебя ведь амбиции выше амуниции. Так что? Да вроде. Ну, вот. А весной экзамен с тобой держать будем. И перед всем миром. А ведь мировой масштаб для нас с тобой самый подходящий. Так ведь? Ты чего худеешь-то? Давай я тебе поросеночка пришлю. И так хорош буду, провадывай. Чудак, бракованный ей, Бабы, отход. Ну, чудак был чудаком и умру. А ты смотри у меня. Сегодня отход, а завтра отвод. Да это я понимаю. Что сын пишет? Тютькова у меня убили. Вместе с моим Петром ушел. И по ПС у них один. Да. Так. А мука почем? Шестьсот. Никаких милиций. На тебя надеюсь. Муку привезешь. Ну, обещал, значит, кончики. И чтобы ты цен избил. Понятно? А в следующий раз майданские вывезут. Не подведешь? Я. Эй. 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 Инструмент свой забери. Займись другим инвентарем. И помни, на нас вся Европа смотрит. Кончик. И выдумал он еще бомбу особо чувствительную. Один наш прошел. Ничего. Десять прошло. Тоже. Как до сотни дошло, и эта самая бомба-то и ловничь. Пламенем полыхнет, горохом рассыпется, и нету людей. Как не бывало. Вот. А я ведь глух. Хоть кричи, хоть стучи, не слышу. А вот знаю, брешет она, все как есть брешет. Хоть и кричь. Ха. Она ведь с детства такая, леска-то. Ну и били бы ее за это. Аааа. Крашени. Мороз круче, тепли в куче. Аааа. Здравствуйте, кого не видала. Здравствуй, Маня. Все, что ли? Все. Кужарина. Двести дней. Леса Бугорная. Девяносто три. Чутьков Олег. Двести пятьдесят. Лешенька. О, Господи. Марусь, дай я почту. Дедушка Мошкин. Сто двадцать. Сальминская Лена. Двести четырнадцать. Немедленно одевайся, стена деревьев. Знаю, мама. Нам не полагается. Дают до ноября. Но ты им объясни. Они обязаны. Ничем они нам, мама, не обязаны. А вот руки жалко. Ну да, жалко. Мы честь всем правлениям стены жевать будем. Резерву сохраняем. На весну, на ферму. Вот в ферме-то нашей и погибель. В языке у тебя погибель. Язык наружу, а ручь спрятала. Девяносто дней выработала. На них барыня прожить хочет. Что ж, зубка выработала. Свети, подай. Красотка. Вы чьи же будете-то? Советские. А с какимина? Была наша, теперь ваша. Это как жаль. А так. От немца гоним. Председатель где? Нету председателя. В район уехал. Чудеса. Зимой она телега. Наша телега. Смоленская. Ты что ли тут? Побойче я. Скотина девяносто голов. Семнадцать с дороги пала. Двенадцать разбомбила. Людей десять. Я одиннадцатая. Милая. Это значит к нам на прокорм. И прокормите. Ты что у нас в карманах шарила? А ну хватит. Квартиру давай. А ты нами не командуй. Командиры у нас свои найдутся. Ладно. Айдар. Пошли девушки. На. 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 Чья квартира? Нету значит хозяина. Ломай замок манефа. Не надо бы. Дуня. Зашлась ты. Ломай говорю. Граждане хорошие. Чего же они мою избу ломают? Можете правильно. Все же объяснить надо. Это что же погудеется то а? А ну кто к тебе в избу вломится? Нету избы. Никого нет. С котом ушли. Все бросили. Одни мы. На целом свете белом. Опять эти слезы. Перед кем плачешь? Они тут на солнце портянки сушат. А нам солнце. Яроплан закрыл. Дым горький отсел наших. За забором сидите. Ишь. Сдобу какую отрастили. Шею-то в три топора не перерубишь. Это что за ревизия прибыла? Там на фронте сын у меня. А я за советскую власть трубался, когда тебя еще и в помине-то не было. За митинг спасибо подходящее получилось. Избу забить! Ну я кому говорю? Советская власть у нас еще в наличии. А народ ты мой нехай. Мы с ним таких дел понаделаем. Так включи, дедушка. А так, понимаешь, избу ломают. Да. И только своих я жду из города. Да, вот ждал своих. Приехали наши. Пожалуйста, обеспечь Маруся. Баню им истопить. Пойдем. Пойдем. Владимир им! Владимир! Владимир! Такое дело в колхоз надул. Десять лет думал, через три дня в армии и, значит, надумал. Не пустой, а с телкой. Нет, друг, долго думал. Телку возьму. За телку десять пудов дам, хлеба своим оставишь. Владимир! Сказал, кончики. Владимир! На фронт идешь? Иду. Ну что, я убегу, столь? Не колхозный ты, но все-таки быковский. Об этом помни. Не опозорь. А насчет колхоза ну там видно будет. Здравствуй, Ванечка! Здравствуй, племянница! Думали ли, гадали, когда в купельку тебя опускали, что будешь ты у нас начальница? спиночки-то все просиживаешь, стомилась вся. И я хвораю. Афиноген твой, черт очкастый, налог с меня требует. А мне ведь только долгоотколы освобождения-то не хватает. Я уж на тебя надеюсь. Ведь не чужие. А хоть и родные. От кого утаить хочешь? От сынов наших, что на фронте воюют. Тебе вот и жалоба не идет. И шьешь ты. Дорого платят-то. Дорого, тетя. Кровью своей. Не скупись, тетя. Не время теперь. Каждым днем враг, несмотря на громадные потери, угрожает центру отечества. Каждый житель Москвы должен стать солдатом. Превратим каждую улицу, каждый дом столицы в место смертельных боев, в мотиву фашистских извергов. «Наше дело правое». Враг будет разбит. Победа будет за нами. «Слава», 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 «Они!» Да что ж отделывается-то? Мужей наших убивают! Все выжгут! К Москве уж подобрались! Что ж делать-то? Нечего холки своей беречь, вот что! До нас, мол, не достанут! КОНЕЦ 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 А, черт, за ними присмотр. Кто на лете, кто на дорожном. Все коренные мужики в разъезде. Все равно, за бабами присмотр нужен. Бабы, дамы, барышни. Не беспокойтесь. Мерси, спасибо. Ну, как у вас тут? Кончайность. Как погрузитесь, выезжать сразу. Ранолата будет. Ничего не рановато. Авост всерайонный пойдет. Так что вы уж первые на большак выезжайте. Пускай другие к вам пристраивают. Ясно. Неужто мы в хвосте поедем? Ну, а по радио что? А ничего, все то же самое. Хлеба тонну еще прибавить. Это можно. Эй, дорожники, клади инструмент. Да. Осторожно. Двух лошадей подводи. Еще тонну грузить будем. Чайник. Ну, что ж это? На казенную работу все новенькие гужи побрали. Эх ты. Чутяк. Ты чутяк. Но не брат, мы все казенные. Война такая, еще не поделаешь. А ты гужи. Бродишь душа бесприютная. А ну, как все рассыпется. Чего буровишь-то? Стояли города каменные и в пыли разлетелись. Восходили царства великие и следа не осталось. Гордость человеческая до небес возносилась. И упали с высот великих князья человеческие. И лежали в грязи повержены. Занесся ты, загордился. Вот что, Иван. В ревизионную тебя не выбрали. Вот и пошел молоть. Грязи князи. Ты что думаешь? На житого мне жалко. Тьфу. Ворочаться некуда. Скука там, как в авине летом. Землю ты разлюбил. Под свой, в котором нам трудиться, заказано. Врежда. Крестьянин я им и останусь. А смиренность нету во мне. В девятнадцатом году сбросил. А теперь всем ровня. Ну, конечно, горжусь. Несу себя, потому знаю куда. Вдруг да некуда. Немец поперек стал. А ты бы в райкому свою поисповедаться съездил. Райком ты не трогай. Секретарь у нас правильный. Но только сейчас и он не воля мого знает. Эх, мне в телеграммку сейчас послать. Самому товарищу Сталину. Как, мол, там дела. Да несем ли? Эх, телеграммку бы. Да прям ему. А ты меня спроси. Ну? Да. Вот деревня Огнев Майдан. Недалеко от нас. А прозвище Майдан. Это с древних пор осталось. Не то татары, не то турч окрестили. А теперь где они? А мы стоим и вечно стоять будем. А иначе как? Без России мир кончится. А немец уйдет. Подавится. Эй, старче! А с Библией же как? Библия, она особа. Библия, она особа. Принятая. 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 А ныне, как пошло, таять, сердце захолонуло. Головушки наши бедные, как управимся-то? Не запашем, не засеем, а не засеем, так ножки вытянем. Старики да мальчонки, вот и все мужики наши, куда управиться? Так, так, истинно так. Эй, Александрыч, этих-то куда? Пахать и обучать, помощь лошадиному сословию. Инструкция на них вышла. Валют в огне в Майдане родился владенец о семи головах. Значит, конец света приходит. И сама я к кончине готовлюсь. Пришел час. А ты что считаешь, это шутки, это вопрос серьезный. Это кто ж помер, изба-то Левскина? Да по старой вере она, гроб-то у них за годи готовит. Ну вот, кончине и готовится. Эх, и тетка у тебя чистый, агент империализма. Ванюшка, Ванюшка, эту музыку на санке и в правлении. Ну что ж ты, давай, помирай. Весчилизм разводишь. Народ и так задумался, а ты выезд не устраиваешь. Ну давайте, залезайте, кому охота есть. Пользуйтесь случаем. А налог выдай. Одна ты осталась. Всю деревню срамишь, свою ж племянницу подводит. У нас но не вон какие работают. А мы с ее думаем бригадирам. Ну-ну. А, правильно, не дал. Ни одной лошади никому. На корм поставлены. Вот мы и есть крепость обороны. А кубашем до той поры и крепость. Нет, я вашу авторитет не подрываю. Совещание. Вот и у нас тоже тут совещание. Бабку одну от смерти лечим. Ага. Вот так и доложи первому секретарю. Он тебе прояснит. Ну-ну. Ну, лошадей мы направим. А с гужами как? Опять же телеги не обиды. Емиха, оттачивать надо? Ты не заминай. Мы сев без гужей, ну... Эй. А ну, тихо! А ну, тихо! Что там? Мы! Да везде тоже Катька. Вот тебе и обучаются. Трактористки наши. Да вы это что? Они чего, пешком пришли. Сбежали, выходит. В столовке щадни пустые, а лепешки кончились. С ремонтом учат. А какие из нас ремонтеры? Задний мост мужик не поднимет, а мы бабы. Ходим, как черти, на кого похожи стали. Да вы все бедевки или нет? Чего мы с вами в игрушки играем? Это же война. Вот мы вас сейчас как дезертиров представим. Подрыв по землей! Люди всего лишились! Хотя бы Смоленский. Он не знает, где соколы спустит. И царит, ищет место, где соколы пресеют. Крестик, ищет место, а мы ее крали. Ах, окаянная! Дунь, почему это у вас одеяло на стене висит? Дует? Нет. Выдали одно в тельпе. Хорошие. А нас одиннадцать. Думали по жребию. Девки не схотели. Но вот и повесили. Никому не обидно. Ох, хоть бы одним глазком на деревню нашу посмотреть. Неужели всех немцы сгубили? Чего болтаешь? Ушли наши? В леса ушли! Леса у нас вокруг дремучие. Слушай, Жень, сыграй что-нибудь повеселей. По пляжу-то мои заскучали что-то. Ой, не хочется сегодня. А что? Мишка хворает, молока нет. Вещи не продаются. Ну? А ты сходи к Выборнову, пускай выпишет. Да ну его к черту. Ах, гордость одолела. Эвакуированная, как и мы, обязан выписать. Да что тебе, за ручку, что ли, везти? Надо, что ли, тебе носить обязаны? Идем, идем. Одевайся. Ну так как же? Сказали, не пойдем. И кончики. Ну вот что, девки. Ладно. Утро, вечер мудренее. Идите, бани топите, а вечер гулять будем. Провожать ребят в армию. Карасину на всю ночь. Лампы молнии две штучки. Баранок выдам. Настойки. И чтоб парням было что вспомнить. Ясно? Точно. Пошли. Ну что же? Двадцать третий год. Попрощаемся. Может, Петьку мою встречите где? Чего-то не пишет. Вася. Ребята, вы молодые, более неженатые. Жизнь, она всем сладкая. А неволя хуже смерть. Вот об этом помните. За матерей. За сестер наш. Ну, валяйте, гуляйте. И вот вам задание. Чтоб поутру девки с вами в район ушли. Ясно? Потому что... ... КОНЕЦ А я опять все прогужи. Да что же ты думаешь-то, а? Да и не быковские, так и заботы нет. Места жительства человек переменил, значит потерялся. Вот она, эвакуирована и как мы, а как живет. Ну чего, чего ты молчишь? Объясни людям, чай здесь не кусаются. Пыр-пыр, шум ты им. Вот голосок уродился. Ты что, защитница? Гражданка образованная и сама объяснить может. Вы что, у Букина глухого что ли живете? Ну погляди, есть что ли какие заявления? Да ничего и нет, это она все колобродит, все и не так у нас. Ну? Чего что ли? А ничего. Человек городской, стеснительный, зевать по-нашему не умеет. Сам бы заглянул, ноги чайнина Окомские. СМЕХ А вы на каком же инструменте? Я скрипачка. А сыграть можете? А правда, сыграть. Вроде перерыва устроим. А то все гужи да гужи. Ай-гай-гай! КОНЕЦ 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 ПОЛЕТОМ ПОЛЕТОХ На 10 ДИОН ВЫПИСАЛ ПОТОМ ЗАЙДЕШЬ ПОТОМ ЗАЙДЕШЬ А в бригаду записались? Все, вот он. А то некоторые считают, на курорт приехали. Можете ничего не давать. Я у вас и не просила. Я щиты зимой вязала. Записалась в огородную. Я хотела поговорить с вами. Я надеяла, что руки это моя профессия. Я 10 лет училась. Ну и пусть пропадают. 10 лет? Да, 10. Я с золотой медалью кончила. А документ имеется? А у нас дед Мошкин тоже с медалью. Помидор вырастил такой, вся Москва ездил смотреть. А ты вот крестьянский работник опробуй. А ну тихо! Тут про инструмент сказано. Вроде награждение. Скрипка у тебя, что же, особенная? Из музейного фонда. Ты что, дорогая? 20 тысяч золота. 20 тысяч? А не врешь? Постой, раз такое дело. Литр надо. Раз такое дело. Мы тебя в ясли поставим. Трудодень сзади. Ну что же такое? Наш друг, что же не оценен я? Я вот на дудке играю. Погодите, погодите. Человека 10 лет учили. Затратили средства, доверили имущество. Значит, наш дел сберечь. Понятно? А хоть и тебя с дудкой в Москву ушлем. Вот немца разобьем и ушлем. Давай, каковсе. Только вот что, смотри. Бабы нынче за мужиков, а детишки у тебя. Тоже музыка. Сев, сев, сев. А насчет вот... Ну есть у меня гужи. Смотри, Катька, вернусь и зубечу. Ой, дурной. Ты кто же остается-то? Семь, бежи. Кать, Кать, убирай. А ты что ж не пляжешь? Стар стал. Ты б стар. Думаешь, не знаю. Ах, сирота казанская. А чё ж. Я человек вдовой. Не трожь. Не купленная. Ну вот чего. Мне романс крутить некогда. Время не такое. Весной на фронт уйду. Вот только засею и уйду. Человек я вдовой. Убьют и поплакать мне, по-моему. Так что, женюсь, хоть завтра. С полной регистрацией и дом, и хозяйство, и это всё тебе. А вернусь, ну, встретишь. Ты ж, Дуня, это уж последний-то раз. Накрепка. Да что ты, Иван Владимирович. Дуня, да ты молода, не думай. Меня сейчас на столет хватит. Ну так как, Дуня? Замужней я. Своего ждать буду. Да, ну, я сделал другое. А я-то вроде мечту держал. Значит, я всечко. Кончики. Песня. 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 Победы войску нашему, сокрушив врага, сучкины дети. Ты чего же с Богом-то ругаешься? Не с Богом, а с ними. Глядеть не могу, с души воротит. Стоит хлеб-то. Да, стоит. Слушай, тут бы надо такое и дело. Это что? На какую повестку-то? Насчет мира, может быть. Немца Боню! Немца какой-то город, дядя! Супер Байд удавился! Слава тебе, Господи! Я чего хочу сказать? Выковский мы или нет? Это мы в прошлом годе знамя отобрали? Или Зайцкосой? Мы кто есть? Есть колхоз имени наиглавнейшего писателя, Александра Сергеевича Пушкина, застреленного царизмом. Так неужели мы его имя-то будем посмертно позорить? Вот письмо тут получено с фронту. Хвалина здесь. Сеню! Погоди, не реви! Живой он твой, Сенюшка, в полной целости. За семью просит! За вас, значит, справка имеется. Да нас и я, уроженцу села Быковка, хвалену Семену Александровичу. В том, что он проявил себя как дисциплинированным и храбрым бойцом Красной Армии, а также представлен к отличию. Подпись Политруксы Горшков. Ну, чего ж ты? Проси народ! Вот какое дело! Бык вскаен и деревню нашу не посрамил. Примем их! Ну, с кем ошибки не бывают? Соседка она моя. Горе мыкает, хуже некуда. Примем. Чай нас не убудет. Продражающих нет! Простовей, конечно. Душа отключилась. Диана Тимофеевна, теперь ты колхозная. Справку возьми у фельдшера, а то детей в ясель не примем. Милые! Да я бы давно всей душой... Ты все ей дал мой! Матушки! Ребят-то я одних заперла! СМЕХ СМЕХ Видали? Люди там на колхоз, как на каменную гору, надеются. А мы на этой горе сидим и ножки свесили. Вот Красная Армия гонит врага. А мы-то ведь, вот мы, русские люди, мы-то должны соответствовать. Вот у Ивановских лежит хлеб в кладях. Не сегодня, завтра пойдет река ведь смоет хлеб-то! Кто еще будет говорить? Я об Ивановских скажу, об ихнем хлебе! Каждое утро встаю, гляну в окно, и за место того, чтобы лоб перекрестить, матюка пускаю. Прости, Господи! Стоять Ивановский хлеб! С осени гниет в поле! Это что же так их душу выходит? Одни немцы бьют, а другие прохлаждаются! Солдат должен воевать, а крестьянин покать! Хороший солдат он награды имеет! А плохого первая пуля найдет! И мы ихнего, Косова, найдем! Ей, беги! Ой, какой! Так это Семен Косовый! Ивановский председатель! Врет! Не уйдет! Райком мне, срочно! Райком? Петра Семенович, срочно! Куда уехал? В Майдан, ага. Огнев Майдан! Опять разговаривают! Разъединить! Что говорит? Прокурор! Петра Семенович, срочно! Петра Семенович, срочно! Петра Семенович, срочно! Майдан, ага. Петра Семенович, срочно! один очень резко вопрос поставил, а народ и поднялся. Разве его теперь остановишь? От имени Быковского сельского совета приказываю хлеб сдать, как вы прогноили его до весны. Видали начальство? Чего с ней разговаривать-то? Калинин тоже нашелся. А я сейчас за него. Советская власть. И все тут. Нет, слушай, я как руководитель скажу, если народ свою правильность почувствовал, а руководитель тут начинает перестраховкой заниматься, под ногами путаться. Тут его авторитету кончики. Ну, Володя! Стой! Стой! Сюда глядите! Всех глядите! Это что такое? Это что такое? Я вас спрашиваю. За немца получено в 15-м году. Немец не кончил, так может? Свои пиши будь! Ивановцы! Глядеть мне на вас стыдно! До краев довели! Сословье наше позорите! А ну! Разойдись! Ясно, нам чужой славы не надо. Просто возьмем себе четверть, вроде как это с инициативу, и кончики. Да. КОНЕЦ ФИЛЬМА Мы скотину гнали. Скотина мычит, жалуется. Куда гоните от родных лугов? Как кусты огненные пожары округ. Вот, все поры грозные, и повстречала я своего сужена. Нету девки у меня, не запасся, а без девки сражаться нельзя. Наклонился с коня лихого, поцелуй, говорит, меня, будешь мне невестой. А зовут меня Григорий из сибирской казаки Элистратов. Лицо белое, глаза огненные. Смотри, говорит, жди. Не вернусь, пока немца не выгоню. А вернусь, так пройдет слух про меня, и найду тебя, где бы ты ни была. Хлестнул коня. Искры. Тут дожди пошли, попретих огонь. А я все стою, ему во след смотрю. А и где тут свет, все мокрое. Выдумывает она все. Бобка у нее со сказки рассказывала. Ну и она тоже. Какой же они все время в местях были. А и выдумывает, так складно. А вам завидно. Давай, бабы, давай! А вам что, маманя, особое приглашение надо, а? Вы ведь не звонили еще. Звонили! Вон Пушкин прозвонили. Уж у Смоленских стоит. Смоленский-то уже работает. Да что, больше других надо, что ли? Золонька все. Жадные, что ли? Немцев они, маманя, повидали. А все равно я у нее потреб отобью. Батюшки, да где-то бабушка твоя? Господи! Скажи, ты мой! Ну куда вы, мама, собрали? Ведь в чем душа держит? Все на полях. А я что-то. Очнулась, раз нет никого. Подсоблю маменька и я. Давай, вечеринка! Куда? 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 На кого ты же глядел? Ты на борту гляди! Ух! Молодцяк всё! По старому пошли! Ну давай! Ну! Ну давай! Ну! Давай-давай! Это кого ты хочешь объехать, сморчок? Мошкина? Врёшь! Я на трёх войнах был! Ух ты, суета, сует! Ты кому это мигаешь? Как ты смеешь? Как ты смеешь? Как это ты смеешь? Яровых двести пятнадцать га! Да, всё! Теперь с овсом! Овса девяносто семь! Девяносто девять, слушай! Овса же, ну овса, двяносто девять! Весь овёшь, весь! Ага! С парами? Как с парами? Ванюшку Ситьков! Дедушку Мошкину совсем забил! Ну! Ага! Вот сопляк! Да не вам, не вам! Слушай, беги скорей, скажи, чтоб подстал, Маненька! А почему же? Так испортить он мне старика! Старик мне сейчас мог как нужен! Ну беги! Ты слушай! Слушай, вот теперь скисменём, скисменём! Да давай же, давай! Эх, подшипники ведь на слабле! Ну-на! А ты на немца мычи! Вот что! Ему обязанное! Пока мы тут последки собираем, огнёв Майдан и отрапортуйте, пожалуйте! Я с полей там уж кончаю, уж кончаю! Кончаю, да, не кончаю! Ой, бюрократизм развод! Придирки строй! Да у тебя весь бюджет 38 тысяч на год, а у меня миллион! Жавод стоит, шетоновые лошади! Не сердись, Владимирович, всё приму и отрапортуем! Уху! Висишь ты на мне камнем навешанное! Это советская власть! Тебе камнем навешанное? А? Ну ладно, да он зрох отволит вас! Подтянись, дети! Послепьте уж! Засёла наши! За немецкую погибель! Тюрпинь! 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 А? Тюрпинь! Стой, Ванюшка! Ты куда выпил? Стой! Ну и дурак! Старости уважать надо! Поотстань, Маненька! Слушай, Ваня, я же вижу, и на премию все равно поставлю. А только спортишь ты мне, старика, забуксует это! Что это за молодежь? Это же прямо орлы! Собач, бабы! А смоленские как? Собач, бабы! Ну что, мы за коровы шли, то вровень кончили! Коровы-то ваши, что ж, каку плоху привели! На провал! На провал! Кончили вместе и все! Вы, дуры, вы, бабы! Чего не разделили? Все кончили! Да радость какая! А вы? Да что смоленские, что быковские! Земля-то одна, русская! Ну! Маня-то здесь! Вот! Вы ей не верили? Слушайте! Указан Президиуму Верховного Совета бойцу Григорию Иллистратову присвоить звание Героя Советского Союза с обручением ордена Льденина! ПЕСНЯ 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 Скажи мне, и не думала, что управимся, а тут вы ходите свои огороды с Пашем. ПЕСНЯ 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 Неправильно он делает! Да, я и говорю, правильно! Да погождите, разберёмся! Ты что, самочинствуешь? Почему лошадей угнал? Пусть лошадей угнал! Пусть лошадей угнал! Пусть лошадей угнал! А вы что думаете? Государство всё воюет, а вы на печке сидеть будете? Мне и Ивановский тоже не родня. А не досеют Ивановские всему государству урон. К тому лошадей и угнал. От собрания собирать некогда. Сев! Личные усадьбы колхозников от руки вскопают. Это же и есть война! А может я ошибся? Может не с быковцами делаеми? Может и нас напрасно в газете печатают? Может хотите всерайонно своего председателя опозорить? Тогда лошадей вернем. А я пост с себя снимаю. Уйду и кончу. Сами правят. А ты не пугай. Государствие, государствие. А мы кто есть? Мы и есть в государстве. А это ты что же думаешь? А? Ты что думаешь? Ты кем над нами поставленный? И ты вот что пойми. Мы тебя выбрали. Мы тебя и разжаловать можем. Вот говорил я, тебе занесся ты, Иван. Очень большое понятие о себе имеешь. Это что такое? Ты не шипяй, а ты читай. Не хочешь? Я сам прочту. Колохоз имени Пушкина внес в фонд обороны 40 тысяч рублей и 50 центнеров хлеба. Это когда же? А? У тебя были? Нет. У тебя были? Нет. А собрание проводили? Какого собрания? На полях с утра, Доныч. Вот опять не спросясь. Был бы я в ревизионной, так этого бы не было. Это что же? Выходит, оценил нас председатель в 40 тысяч и 300 пудов хлеба. А ну поглядим. Пиши, Марусь. От Мушкина, Архипа Семеновича, деньгами 10 тысяч и хлеба 30 пудов. Букин. Лышка! Ась? Я вот, граждане, про себя скажу. 73 мне года, мог бы и не работать. Сейчас про детей будет, потом про кадушки. А я и верно, пахать не могу. А вот бочки, кадушки. Сколько даешь? А сколько есть? 7 тысяч 93 рубля. Это с процентами значит. Погиб, по 10. Погиб, по 10. Пиши, Маруся, от смоленских, эвакуированных, по 10 пудов, с девки. Денег нет. И меня пиши, я ему на 100 утру, деньгами с меня пять сот рублей. Граждане, а смеяться тут нечего. Лиськи на 500 рублей дороже пяти тысяч стоит. Ого! Кино раз, маленький лопнут, даже ко мне везут. Ну-ка, пустим, Марусь. Сто тысяч. Ай, да лови, Марусь. Вот ты. Ну вот, теперь можно и телеграмму послать самому ему, товарищу Сталину. Помнишь ты, интересовался, а? А, баю-баю-баю, нет ли местечка в раю, нет ли местечка в раю, уж на саму на краю. Сиротинка ты моя. Ну ладно, дочка. Слезами горе не поможешь. Мясо изводишь У людей хлеба нет Чё дерёшься? Чей сам зарабатывал Ты чего ж смотришь-то? Совсем от рук отбился? На-ка, погляди Это ещё чего? Отбился Матушки Милые Фу ты, Господи! Ведь вот померещется Стучат, мамань Кажется, это доченька Кажется Да что ты, мамань Стучат Я это, я! Лёшенька! Ну ладно, ладно Лёшенька! Живой я! Ну живой! Ну живой! Ой, Лёшенька! Лёшенька! Да ты что ж дочка-то не посмотришь А не знал, писала я! Лёшенька! Лёшенька! На фронт всё просится Не пускают его А как же его, Стёдор? Живой! И звезду получил Да ты-то как? Ладно, порядок! Лёшенька! Алёша! Хороша! Ляшет как девка, а говорит, что замужняя. О, бабы! Как не любят друг друга, так и едят друг друга. Шумел, горел пожар москву. Выпьем за нового, за Ивановского председателя. С хлебом-то как? Вырастить соберем. Вернуть придется. За дело свезли? Ну ведь за дело-то за дело. Ну и кончик. И не волнуйся. Себе оставляем четверть, как за хранение. Остальное ваше. Подошло? Рукам? Вот. Приезжать когда? Да. А чего приезжать? В кармане вынесешь. Это как в кармане? А так. Вот. Это что? Вот. Четверть себя оставляем в захранении. Да. Остальное внесли в фонд обороны. На ваше имя. Нам сужой славы не надо. Подошло? А теперь, товарищи, выпьем за друга моего, Петра Выборного, как он высокую награду получил. А теперь, товарищи, выпьем за друга моего, Петра Выборного, как он высокую награду получил, как он высокую награду получил. Чего тебе? Я дежурный. Петра Выборного, как он высокую награду получил, как он высокую награду получил. Петра Выборного, как он высокую награду получил. Петра Выборного, как он высокую награду получил. Ну что же, Алёша, пока в отпуску ты похозяйствуешь, а там, что дед, что Маруська твоя, а не то Дуня Смоленская. Ну, если что, не так делал, простите. Не со зла, хотел как лучше. Прощай, Павелич. Час добрый. А лозунг один. Колхоз, это есть крепость обороны и кончики. КОНЕЦ 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 Прости ты меня, Владимирыч, ведь нет у меня никого. Наврала я тебе, Тавича, гордость помешала. Тебя ведь только и жалею, и ждать буду. Словно выгорело во мне всё. Ну ничего, я живучий. Ты иди пока, Дуня. Мы ещё с тобой встретимся. Эх, эх, хороши хлеба будут. Смотрите, в уборке не упустите. КОНЕЦ КОНЕЦ